Франциско Добро пожаловать в Лиссабон! Это Жизнь Других! Добро пожаловать в Лиссабон! 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 в принципе не так просто живется. Зарплата молодого школьного учителя даже не доходит до 1000 евро. А специалист со стажем получает не больше двух. Но даже этого по меркам Лиссабона недостаточно. Зато дети могут начать хорошо зарабатывать еще в школе, как братья Жуао и Антонио, которые помогают отцу катать туристов на лодке и дают уроки серфинга. Во сколько лет вы начали заниматься серфингом? Я в семь, а мой брат, когда ему было четыре. В семь лет? Ничего себе! Ну а сейчас же вы учите людей заниматься серфингом, да? Я понимаю, уже за деньги. То есть вы уже зарабатываете, правильно? Так и есть. Мы, конечно, помогаем отцу на лодке, но наш основной заработок – это серфинг. Один урок для новичка стоит 30 евро, а занимает примерно час времени. Существует спериотип, что все серферы – это, знаешь, люди такие, которые живут, знаешь, так, шалтай-болтай. Там поплавал, там, знаешь, волну поймал, там поспал, и все больше они ничем не занимаются. Ну нет, неправда. Серфинг – это, конечно, стиль жизни, но совсем не такой, каким его представляют. В последнее время он уже превратился в серьезный спорт, которому и подходить надо ответственно. Например, если ты школьник и плохо учишься, то тебя могут и к соревнованиям не допустить. Ну, супер. А слушайте, а когда вот ваш заработок, вы оставляете себе или отдаете все отцу? Все, что заработали, то полностью наше. Ну, классно, то есть, что вы уже знаете свою будущую профессию. Если здесь довольно неплохо зарабатывают фактически дети, то я просто не могу не спросить, как идут дела у их отца. Сколько лет уже у вас этот бизнес? Двенадцать лет. Двенадцать лет? А чем вы до этого занимались? Двадцать лет работал оператором на португальском телевидении. Серьезно, Господи? Ну вы кардинально изменили свою жизнь. Ребят, не слушайте. Вы не живете на океане, забудьте. Вы не можете перейти. Я говорю своим операторам, чтобы они сейчас не думали бросить камеру и побежать работать в другом бизнесе. Наверное, операторам на телевидении здесь мало платят. Я бы не сказал, что слишком мало. Мне просто это больше нравится находиться возле океана. Еще работая оператором, я открыл маленький магазинчик на побережье по продаже оборудования для серфинга. А со временем купил катер и полноценно перешел сюда работать. Здесь все здорово, кроме налогов. Мы отдаем около 40% от прибыли. Ну, хорошо, несмотря на такой большой налог, вы получаете огромное удовольствие от работы. И, очевидно, и прибыль у вас все равно хорошая, правильно? Раз вы этим занимаетесь и уже 12 лет. Я так понимаю, что, судя по вам, это успешно, наверное, да? По поводу заработка я точно цифры и сам не знаю. Ведь у нас не то, что каждый месяц. Каждый день по-разному. Скажу так, в летний сезон с раннего утра до захода солнца мы катаем людей практически безостановочно. Одна экскурсия длится полчаса, а с одного человека берем 50 евро. Кроме того, у нас же несколько лодок плюс магазин, а еще есть аренда велосипедов. Ну, вам же хорошо, что дети уже выросли, правильно? Я так понимаю, они сами себя обеспечивают. Вам не нужно им деньги давать ни на карманные расходы, ни на оплату чего-либо. То есть вы можете все вкладывать в свой бизнес и в себя. И мне интересно, если вы живете и работаете на океане, где вы отдыхаете? Не поверите, на океане и отдыхаем. То есть у вас и работа, и бизнес, и бытовуха, не помню этого слова, и отпуск, и выходные, все проходит в одном месте. Это ли не счастье? Покатавшись на катере и вежливо отказавшись от урока серфинга, я отправилась в гости к другой семье. В совсем другой части города. Франциска и Магдалена не менее успешны и не менее счастливы, хоть и занимаются совсем другим делом. У них крупное рекламное агентство, а живут они в большой просторной квартире в хорошем районе Лиссабона и уже ждут второго ребенка. Вы тут живете втроем в этом доме, да? Это только на первый взгляд. На самом деле нас практически пятеро. Вот-вот родится еще один ребенок, и еще же с нами большая собака. А, какая собака вообще за двоих идет, это правда. А сколько у вас метров дом? 180. А скажите, а сколько стоит такая квартира в Лиссабоне? Дорого, примерно от 500 тысяч евро. Но мы ее не покупали, она досталась в наследство. Прекрасно, то есть вам тогда повезло очень сильно. А коммунальные услуги сколько стоят у вас здесь? За все про все мы отдаем где-то тысячу евро в месяц. Плюс 650 евро уходит на еду. Но вы должны понимать, что это много, ведь у нас в стране 600 евро – это минимальная зарплата. Кстати, еще же у нас есть домработница, ведь сами мы все не успеваем. А мне интересно, а государство выплачивает какое-то пособие, когда женщина рожает. Вот у вас один маленький ребенок, вот скоро появится второй. Государство практически никак не помогает. Декретное пособие мне выплачивали только первые 4 месяца. Это 100% зарплаты. А потом вообще ничего. Я считаю, что для декрета это очень маленький срок. Надо хотя бы полгода. То есть вы вышли из роддома и все сами делаете, да? Всему мы сами научились и все сами делали. Энергии, конечно, уходила масса. Никакой кофе не спасал. Вообще, в Лиссабоне очень вкусный кофе. Ну, просто… Причем, где бы я его ни попробовала, он вкусный. Вы пьете кофе? Вот беременные пьют кофе здесь, в Лиссабоне? Да, я пила столько, сколько и обычно. Не больше двух чашек в день. Иначе по нашему ландшафту не побегаешь. Но вообще, мне кажется, Лиссабон очень сложный город для беременной женщины. Потому что у вас такая высокая лестница, тут постоянные холмы. И мне кажется, это очень сложно ходить с коляской. То есть нужно иметь хорошую физическую подготовку. Вам тяжело? Вы не устаете? Нам повезло с районом. Здесь относительно ровный ландшафт. Но в большинстве районов прогулка с коляской – это, конечно, ужас. А если вы хотите еще куда-то на автобусе поехать, то и совсем кошмар. Как дальше рассказал мне Франциско, тема общественного транспорта в Лиссабоне стоит особняком. И это чуть ли не главный недостаток города. Маршруты составлены ныне очень удобно для горожан. Расписание тяжело придерживаться из-за частых пробок. Лично я езжу на работу на скейтборде. Это для меня самый удобный транспорт. На нем я добираюсь до офиса за 15 минут. В те редкие дни, когда приходится использовать общественный транспорт или машину, это занимает минимум полчаса, если нет пробок. Но чаще всего пробки есть. Сама транспортная система Лиссабона обновляется очень медленно. Дело в том, что старые еще деревянные трамваи, хоть и стали символом города, но гораздо привлекательнее для туристов, чем для местных. К ним буквально выстраиваются очереди. Таким образом, приезжие все больше и больше вытесняют лиссабонцев не только с некоторых маршрутов, но даже видов транспорта. Кофе в Лиссабоне совсем недорогой. Честно говоря, учитывая количество туристов, это вообще недорогой город. И авиабилеты сюда тоже дешевые. Но это, если знать, где искать. Я имею в виду приложение «Авиасейлс». Вот, например, если я лечу в Женеву, просто указываю нужное направление и получаю предложение всех авиакомпаний с наиболее выгодными из них. Раз-два и готово. Зачем мне вообще продюсер? Я все могу сделать и сама. Все мы знаем, что такое общественный транспорт. В метро, автобус, троллейбус, толкучка, успеть забраться, купить билет, не дай бог час пик, понимаете? А в Лиссабоне общественный транспорт есть такой, как лифт. И на лифте люди добираются на работу. Ну, как это так? Мне очень интересно, что же это за профессия такая, лифтер. Мне очень интересно, давайте уже узнаем. Из-за холмистной местности таких видов общественного транспорта, как лифт в Лиссабоне, несколько. Прокатиться на них можно, или купив билет на месте, или по обычному городскому проездному. Однако, в последнее время местные все меньше и меньше пользуются такими лифтами. Причина все та же. Толпы туристов, которые создают огромные очереди, чем усложняют проезд. Этот лифт поднимает и опускает людей уже больше ста лет. 17 из них здесь работает лифтер Педро. Честно скажу, я общалась с машинистом в метро, с водителем автобуса, троллейбуса, чего угодно, но, я не знаю, как тебя назвать, хозяином или водителем лифта никогда в жизни. Что это за профессия такая? Мне кажется, она вообще единственная в мире. Чем ты занимаешься? Фактически моя работа выглядит именно так, как большинство ее представляет. Я поднимаю и опускаю людей на лифте по определенному графику, соответственно, и катаюсь вместе с ними. Просто нажимаю на рычаг, ну и, конечно же, слежу, чтобы все работало исправно. Слушай, ну у тебя классная работа, ты заканчивал, учился, чтобы быть лифтером, или ты так просто, знаешь, твоя мечта детства – быть лифтером, и ты осуществил ее? Нет, конечно, никакой мечты не было. Я просто услышал объявление по радио о работе и на следующий день пришел устраиваться. И да, учился, ведь я не только здесь работаю. Еще я вожу трамвай и фуникулер. Нас много, и мы каждый день меняемся по кругу. Один день там, другой здесь. А какой у тебя рабочий день? Со скольки до скольки ты работаешь? Мы работаем с пяти утра и до обеда, потом меняемся. И так пять дней в неделю. Хочу тебе сказать, слушай, прекрасная работа, на радио услышал объявление, понимаешь, и 17 лет сидит на одном месте, нажимает на кнопочку. Очевидно, тут хорошо платят, раз ты 17 лет сидишь, тебе это устраивает? Вполне устраивает. Хоть по местным меркам зарплата у меня небольшая, одна тысяча евро в месяц. Но ведь главное другое, главное, что я получаю удовольствие от работы. Вот это да, слушай. В общем, короче, услышал объявление по радио, 17 лет работают, стресса никакого, платят прекрасно. Слушай, шикарно, ну покатай меня на лифте, я не знаю тогда, знаешь, может быть, как уже, ты можешь покатать друзей бесплатно? Я могу, конечно, заплатить, идем, идем. Я тебе заплачу, мне надо покататься надо. Сам лифт, конечно, старый и очень необычный. Почему он привлекает туристов, вполне понятно. Но как общественный транспорт, он, наверное, имеет самый короткий маршрут в мире. 30 секунд и все. Конечная станция. 5 евро заплатите и вперед домой. Да? На работу вроде. На работу, на работу. А, это мы же приехали наверх, это на другой уровень, уровень Лиссабона. Все. Короче, говоря, ребят, пока, потому что цигель-цигель, надо уже уезжать лифту обратно. Как я уже говорила, этот лифт все меньше помогает местным и все больше развлекает приезжих. И «спасибо» в кавычках. Жители говорят туристам не только за проблемы с транспортом, но и за цены на жилье, которые в последние годы подскочили до португальских небес. Больше всего, конечно же, страдают бедные студенты. Общежитий здесь практически нет, и все приезжающие на учебу вынуждены арендовать комнаты или квартиры. Так скромная комнатушка на окраине города обойдется студенту 500-600 евро в месяц. Что я напомню, равняется минимальной зарплате в Португалии. Но так или иначе платить приходится, жить же где-то надо. Чтобы хоть как-то решить эту проблему в последнее время начали появляться частные студенческие общежития. Они немного дороже, зато намного комфортнее. Если заплатить за весь учебный год, то примерно за 800 евро в месяц можно поселиться вот в таком номере. Вот, ребята, я в комнате общежития для студентов. Заходишь и сразу не понимаешь, туда ли ты попал. Потому что как минимум тут стоит кулинарная книга с рецептами. Как приготовить краба студентам. Сразу стоит мыло, крем для рук, чашки. Тут ничего, правда. Тут санузел прекрасный, понимаете, для одного человека. Посуда засервированная. Что-то я не очень сильно понимаю. кровать с постелью. Посмотрите, какая. Хотелось бы вам жить в таких условиях, когда вы были студентами. Ну вот скажите, пожалуйста. Сейчас говорите, да, да, конечно. Даже я согласилась бы. Честно говоря, опять вернуться в студенческие годы, чтобы только пожить здесь. Посмотрите, стол для работы. Ну прекрасно же. Ты работаешь. Все. У тебя все под рукой. Для компьютера. Ящики. Что еще надо для того, чтобы хорошо учиться? Да ничего. Ничего. Понимаете? Просто ты пригла... Ой, ну как-то так неудачно. Все хорошо, а креслица какое-то очень жесткое. Это неудачно села. Ну красиво, ладно. Ну короче, мне кажется, что в 20 квадратных метрах проводить свою студенческую жизнь, это прекрасно. Формат нашего общежития в принципе можно сравнить с хорошим отелем. В цену включены все коммунальные услуги, интернет, спортзал, бассейн, спа, специальные комнаты для вечеринок и, конечно же, отдельное пространство для учебы. Отдельно нужно доплачивать только за уборку, но это по желанию. Конечно, можно убирать и самому. Само собой, оплачивать такие удовольствия приходится родителям. Кроме того, даже государственное, высшее образование здесь платное от тысячи евро в год. Поэтому ни один рядовой студент выкладывает такую сумму за жилье и обучение не в состоянии, даже если он работает. А большинству работать приходится. Кто-то идет по специальности, а кто-то зарабатывает на студенческих традициях. Дело в том, что в Португалии сложилась особая культура студенческих музыкальных групп. Молодые люди собираются в коллективы и поют песни на улицах или разных мероприятиях. И таких групп огромное количество. Поэтому найти одну из них и познакомиться большого труда для меня не составило. А где вы учитесь? Все по-разному. У нас здесь и инженеры, и архитекторы, и гуманитарии. Мы почти все из разных университетов и даже разных городов. Серьезно? А я думала, что вы какой-то музыкальный, не знаю, университет, консерватория. А почему? Ну, а что за костюмы у вас? Вы в черном. Такая жара, я умираю, а вы все в черном. Нет, это вообще долгая история. Такой костюм есть практически у каждого португальского студента. Это старая традиция. Он ничего не дает и ни на что не влияет. Просто мы так показываем, что мы студенты, и все. А каждая из этих нашивок что-то значит для меня лично. Либо я что-то выиграл, либо где-то путешествовал, либо когда-то выступал. Это может быть что угодно. Слушай, так тут вот Прага, Амстердам, Брюссель. У меня такие наклейки на чемодане вот такие. Ты знаешь, так в принципе как твоя мантия. Но вы, она же просто шерстяна. Это же для Симы. Вам не жарко? Почему вы ходите в этих одеждах? Ну, когда становится очень жарко, тогда, конечно, снимаем. Но вообще, для тех, кто играет в подобной группе, такой костюм обязателен. Остальные студенты носят его по желанию. Кроме того, его же еще надо покупать отдельно. Один костюм будет стоить от 80 до 150 евро. Ну, так интересно, просто знаешь, эти такие накидки, как в этом самом фильме у Гарри Поттера, вот они ходили. Не хватает еще этой волшебной палочки, знаешь, как-то потронулся и все, и всех заколдовать. А сколько вы зарабатываете музыкой? На каждого получается по 50 евро в час. Это примерно. Мы ведь играем и в ресторанах, и просто на улице. А прохожие, как вы понимаете, фиксированную зарплату не платят. А вам на личную жизнь хватает денег? Хватает, только если экономить. Например, если я знаю, что у меня скоро назначено свидание, то я, конечно, приберегу на него деньги. А когда на свиданиях парни приглашают девушек, когда встречается, кто платит за ужин, парень или девушка у вас? Это зависит от того, как прошло свидание. Иногда парень платит полностью, а иногда хочет разделить. Парни все-таки больше хотят разделить чек и заплатить поровну. А, то есть мужчины хотели бы разделять, да, но у девушек нет денег, приходится платить. Бедные и несчастные. Ну, что делать? Такова жизнь. Вы же мужчины. Несмотря на отличное настроение и, как может показаться, свободный образ жизни, учатся лиссабонские студенты, ну, очень много. В нашем университете час аудитории открыты круглые сутки. Мы делаем это для того, чтобы студенты могли приходить и заниматься в любое время суток. Ведь многие из них так стараются все успеть, что учатся по ночам. Некоторые даже приходят в пижамах. На такие жертвы молодежь идет вполне оправданно. Ведь местные вузы дают хорошее образование, с которым можно устроиться на престижную работу или построить успешный бизнес. Обожаю лиссабон. Вот эти узкие улочки, эти домики, эта плиточка на... Ой, я думаю, мне так нравится эти цветы, красота, эти двери. Посмотрите, какие красивые двери. И так вот идешь и даже не догадываешься, что за одной из этих дверей находится целая фабрика по изготовлению, не поверите, кофе. Здесь его пьют чаще, чем воду. А рецептов его приготовления существует больше, чем самих португальцев. В то же время, если вы где-то скажете слово «чай», вас попросят не выражаться. Шучу. Просто чай здесь практически не пьют. При всем при этом удивительно то, что чашка эспрессо в Лиссабоне стоит от 60 центов. Такой цены не встретишь нигде в Европе. Однако местные употребляют его в таких количествах, что даже небольшая кофейная компания может, ну, очень хорошо зарабатывать. У нас маленькое производство и старое оборудование. Мы обжариваем кофе еще на дровах. Но как раз за счет этого он у нас и получается очень вкусным и, следовательно, и популярным. Расширяться особенно не планируем, ведь за прошлый год мы заработали миллион евро. По-моему, и так достаточно. Признаюсь честно, вы моя давняя мечта. Понимаешь, вот встретиться с человеком, который делает кофе, обжаривает его. Но это просто если бы я не была замужем, честно сказать, я бы уже напросилась. Но мне интересно, почему именно здесь? Как это так? Здесь, как сказать, это фабрика по обжариванию кофе. Я думала, это какие-то заводы. А тут она прямо у вас прямо в жилом квартале, так сказать, на первом этаже. Все просто. Этот бизнес начинал еще мой дедушка. А так как раньше здесь был центр города, то и место было гораздо выгоднее. Ну, я хочу сказать, что я, на самом деле, пью кофе честно признаюсь, только в Италии. И Португалия прям меня очень удивила. Тут очень вкусный эспрессо. Я вам клянусь, вот это вообще не реклама, вообще не... Не то, что я тут сижу с хозяином, понимаешь, фабрики, хвалю его. Абсолютно. Нет, очень вкусно. Но он очень дешевый. Это, конечно, плюс. Но просто почему? Он стоит вообще 60 центов в барах, ресторанах. Почему такой дешевый кофе? Дело в том, что португальцы предпочитают пить более дешевые сорта кофе. Они называются робуста. А в остальной Европе больше пьют сорта арабики, которая дороже. Но на самом деле здесь вопрос не столько цены. Многое зависит от производителя. Как он смешает, как обжарит. Например, твой кофе заварен из двух сортов робусты и пяти сортов арабики. Надеюсь, не запутал? Так и есть. Наш основной бизнес здесь, но мы продаем и в другие страны. В Канаду, Китае, Гонконг. Наш кофе людям нравится именно потому, что у нас небольшое производство. За счет этого мы делаем его качественно. Так что с уверенностью могу сказать, что наш бизнес идет хорошо. А кстати, мне вот очень интересно, кофейный магнат в рубашке с моего цвета. Вы женаты? Я обручен и скоро буду женат. Так что девчонки очень скузи. Короче, магнат кофейный занят. Может, это прозвучит забавно, но тема неразделенной любви у португальцев тоже стоит особняком. О разбитом сердце и других жизненных драмах здесь не просто поют песни, а поют в особенном народном стиле, который можно встретить только в Португалии. Он называется фаду и исполняют его только женщинам. Каждый вечер пения фаду можно услышать чуть ли не в каждом втором ресторанчике старого города. Певицы вкладывают в исполнение всю душу, но, естественно, получают за это деньги. В Лиссабоне я остановилась в отеле у артиста. И так он называется неспроста. Раньше принадлежал знаменитому артисту, а расположен в самом богемном сердце города. Здесь все буквально дышит творчеством. Даже стены повторяют рисунок занавеса Мариинского театра в Питере. Одним словом, вас ждет неповторимая атмосфера закулисья большой сцены сороковых годов прошлого века. Для того, чтобы быть певицей Фаду, нужно где-то учиться петь? Или это с детства ты слышала эти песни, те мама пела? У нас говорят, для того, чтобы стать певицей Фаду, нужно родиться певицей Фаду. Конечно, есть и специальные школы, но я считаю, что этому научиться практически невозможно. Тут либо есть талант, либо его нет. Вообще, певица Фаду это очень престижная работа, профессия, насколько я знаю, в Лиссабоне, в Португалии. Очевидно, хорошо платят певицам? Всем по-разному, в зависимости от популярности певицы и от уровня. Например, в простых местных ресторанчиках можно зарабатывать от 60 до 100 евро за вечер. Я скажу так, того, что мне платят на жизнь, хватает. И потом, я ведь только в начале карьеры. И уже сейчас этим заработать вполне реально. А ведь у нас в Португалии есть и настоящие звезды Фаду, которые собирают полные стадионы. Да ладно, серьезно? То есть, ты хочешь достичь именно вот таких высот, чтобы собирать стадионы, а не видеть на 4 столика в ресторане? Какая твоя цель? Чего кривить душе? Конечно, хочу стать известной и успешной певицей. Для этого уже записываю и скоро выпущу свой первый диск. Но для меня главное пройти собственную дорогу, а не быть похожей на других звезд. И хочется, чтобы никто не мешал. Ведь, знаете, у нас здесь очень большая и очень женская конкуренция. Ну, неправильно делаешь, потому что, конечно, конкуренция большая, ты молодая, красивая, начинающая, конечно, тебе будут завидовать, но ничего, главное, что я сейчас буду слушать, и я никогда не слышала таких песен, хочу тебе сказать, хочу сейчас хоть первый раз послушать, что это такое. Песни Дианы в самом деле оказались очень трогательными и чувствительными. И хоть я ни слова не поняла, само исполнение действительно меня тронуло. По удивительному совпадению, после концерта я отправилась в гости к местной пенсионерке, Донни Фернанди. И забегая наперед скажу, что о ее жизни получилась бы прекрасная песня Фаду, а возможно такая уже и есть. Донни Фернанди, здравствуй, Жанночка, заходи. Какая вы прекрасная женщина, я так давно хотела к вам в гости попасть. Так, ну что, давайте, показывайте, как вы живете. Конечно, проходи. Идем, идем, давайте. Класс, вот это я люблю, понимаешь? Сейчас посмотрим, как живут пенсионеры в Лиссабоне. Так, тут, это что у нас? Ага, это спальня, да? Кто тут живет? Раньше в этой спальне жил мой сын, пока не уехал. Теперь живет бывший муж одной из моих дочерей. это бывшая комната бывшего сына, который уехал, чтобы дать жить бывшему мужу. В общем, запутанная история, в общем, я рада, что тут живут ваши дети. Идемте дальше. А здесь сплю я. А, тут вы спите, это ваша спальня. Да вы что? А как вы спите? Вы спите прямо вот с этими бутылками? Нет, конечно, это внуки все тут разбросали, а я еще не успела убрать. Но у вас такая спальня, как будто в кино, честно говоря. Честное слово, я просто, это вы тут смотрите на себя в зеркало. Ой, идемте дальше. Игрушки, господи, я все повыбрасывала, все игрушки детей повыбрасывала, чтобы их не делали дома. Понимаете, она все хранит. О, а это кухня. Кухня. Кухня ваша, да? На кухне у нас небольшая авария. А, это что такое? Тут мыете, сушите посуду свою, да? Мыть посуду приходится здесь. А какое ваше любимое блюдо? Что вы любите больше всего готовить? Я все хорошо готовлю, но больше всего дети любят мой суп. Ой, так вы королева супов. Да, ну, идемте водички выпьем, честно говоря, так жарко, невозможно. Идемте. Да, где же жарко, это у нас сейчас прохладно. Я не могу понять, как вы поднимаетесь по этим лестницам, по этим ступенькам. Я еле к вам дошла, честное слово. Так я же еще молодая, а у меня внутри настоящее электричество. Да ладно, так поди боже, счастливая женщина, дайте мне электричество. Я дошла к вам на второй этаж, я чуть не умерла. Вы всегда были такой? Чем вы занимались в молодости? Еще в 11 лет я пошла работать на кондитерскую фабрику, а когда мне было 14, я встретила мужа и вышла замуж. Да вы что, серьезно? И сколько у вас детей? 16. 16 детей? 16. А внуков сколько у вас? А внуков 56. 56 внуков? Да, сколько про внуков я точно даже и не знаю. Вы их знаете, их всех? А вы знал князь. Или часть какую-то только. В лицо, конечно, всех знаю, но имена я уже путаю. То Марию назову Мануэллой, то наоборот. А что вы говорите? У меня два ребенка, я их путаю. Конечно, это нормально абсолютно. Так вы героически. Я уже прапрабабушка. Да вы что? Прапрабабушка. Боже мой, я же заговариваю цены. А они к вам часто приходят, дети, навещают вас, помогают вам? Конечно, один сын и бывший зять живут здесь вместе со мной. А остальные постоянно меня навещают. Раньше было, что собирались все вместе на праздники или дни рождения. Но когда нас стало слишком много, то соседи начали жаловаться на шум. Поэтому одновременно всей семьей мы уже давно не собирались. О-о-о. Ну, конечно, слушайте, ну, когда 56 внуков придут, и ты не знаешь половину, как их зовут, понимаешь, конечно, будут соседи жаловаться. А вы, а вы в этом доме давно живете? С 14 лет как замуж вышла, так мы здесь и поселились. И всех детей здесь родила и вырастила. Теперь все разъехались, но мне постоянно помогают. Женщина, которая, конечно, одна на миллион, я хочу вам сказать. Я прям восхищаюсь вами. А если бы вам дети не помогали, вам бы хватало вашей пенсии на жизнь? Я думаю, что нет. Во-первых, у меня нет своей пенсии. Ведь я рано ушла с работы, поэтому получаю пенсию покойного мужа. А ее хватает заплатить только за коммунальные. В остальном больше всего помогает бывший зять, который живет здесь со мной. А точные цифры я даже если бы и хотела, не сказала бы. Ведь ни читать, ни считать я так и не научилась. Ой, так вы счастливая женщина. Я хочу сказать, столько глупостей не знаете. Точно, а еще когда мы женились, меня сфотографировали, как будто я расписываюсь. А писать-то я не умею. То есть вы всех обманули? Молодец! Ага, но честно говоря, мне как-то и без письма нормально жилось. Прожила и не заметила. А что вам жалко в своей жизни? Вы о чем-то жалите? Ни о чем. Поверь мне, для того, чтобы прожить счастливую жизнь, не обязательно уметь читать, писать или получать много денег. У меня была прекрасная жизнь. Я воспитала хороших детей, вышла замуж за человека, которого любила без памяти, а он любил меня. И пусть он покинул нас много лет назад, а четверых моих детей также уже нет, я ни о чем не жалею. Конечно, тяжело было их терять, но ведь до этого мы столько лет были счастливы, что на две жизни хватит. Такова судьба, ничего не поделаешь. Я знаю, многие продадут душу, лишь бы прожить все заново, но мне этого не надо. Даже если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы оставила все точно так же, как и было. И поверь, была бы счастлива, как и сейчас. Конечно, трогательную историю Донны Фернандо нельзя назвать типичной. Многим португальским пенсионерам прожить на небольшую пенсию довольно тяжело. Она здесь в среднем 500 евро. Но еще сложнее справиться, если у тебя нет детей. Для таких пенсионеров существует отдельная организация, которая может помочь пожилому человеку во всем. От покупки медикаментов в аптеке до устройства досуга. Организация называется Санта Касса. И существует она уже 500 лет. Она располагает многими центрами, куда пожилые люди могут просто приходить в любое время и общаться или заниматься в разных группах. Каждый год мы разрабатываем новые программы досуга для наших посетителей. Они смотрят фильмы, занимаются рукоделием, читают книги и ездят на экскурсии. Но главное наша задача сделать так, чтобы им было интересно. Сюда ведь приходят по большей части за общением. Часть услуг организации абсолютно бесплатной, а за какие-то надо платить. Также одинокие пенсионеры могут оставлять деньги или имущество в наследство. этой организации или, проще говоря, другим пенсионерам. пенсионерам. Быть похороненным в Лиссабоне – это не значит лежать в земле. Если у вас большая семья и у семьи есть возможность платить, скорее всего, вы будете похоронены в семейном склепе, в кругу родных и близких. Практически все склепы на кладбище принадлежат семьям. Пока семья следит за склепом и платит за него, он находится в их частной собственности. Если же место для погребения становится заброшенным, оттуда достают останки и хоронят их в общей могиле. А склеп продают с аукциона новым владельцам. Цена зависит от размера и места расположения. В среднем это будет стоить около 15 тысяч евро. Зачастую в одном склепе 8 полок для усопших. Но так как некоторые семьи владеют ими больше 100 лет, то места становится недостаточно. Поэтому более старые тела кремируют и возвращают на полку уже в виде праха. Так на одной полке может находиться по несколько поколений одной семьи. Как видите, самое важное для местных – это семейные ценности. Важнее любых денег и образования находиться как можно ближе к родным и близким всю свою жизнь. И даже после нее. Но с другой стороны, о чем им еще волноваться? Один, два, три. Сами местные жители могут вам сказать, что здесь есть все. Работа мечты, вкусная рыба. У нас самый мягкий свет. Река, океан, много парков. Вкусный кофе. Но нам, людям, даже в раю, всегда чего-то не хватает. Уличных спектаклей. Городских автобусов. Доступного жилья. Лыжные трассы. Ограничение количества туристов. И на самом деле это хорошо. Потому что, когда жизнь становится идеальной, она становится неинтересной. Хоть это наша жизнь, хоть жизнь других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова